Дневной разворот Еще шире, с разных сторон, темы актуальные для города и области обсуждать Собственно, журналисты, наши коллеги и участвуют в наших передачах Я представляю своих соведущих, Елена Жоловова, редактор городского портала «Свой Кировский» Елена, добрый день! Добрый день! Насколько уютно в нашей студии осваивать такую родийную эстезию? Немножко непривычно, но осваиваемся Но ничего, ничего И Андрей Андреев, собственный корреспондент российской газеты в Кировской области Добрый день! Добрый день! Да, добрый день! И сразу же представляем нашего гостя, наши слушатели постоянно и прекрасно знают Из анонса, в частности, что сегодня у нас в гостях в течение двух часов Будет глава администрации города Кирова Илья Шульгин Илья Вячеславович, добрый день! Добрый день! С корабля на бал, насколько понимаем, да? Сразу с рабочего совещания Да, да И да, пообщаться Обосную сразу же, почему именно сегодня Илья Вячеславович у нас Дело в том, что на прошлой неделе в Кирове состоялась презентация проекта Общественной палаты Российской Федерации Называется проект «Что не так?» Это сбор предложений, замечаний Жителей конкретных регионов, конкретных городов К власти, для того, чтобы эти проблемы можно было обсудить И найти совместные пути решения И вот 21 февраля у нас в городе побывал в том числе Секретарь ПРФ Валерий Фадеев На улице прям собирались замечания, предложения от жителей города Они могли в письменном виде все это оставить А потом все это было озвучено непосредственно на круглом столе И тогда, собственно, Илья Вячеславович проявил инициативу То есть вас заинтересовало, видимо, это очень мероприятие И вы проявили инициативу ответить на площадке СМИ В частности, конкретно на нашей площадке На вопросы жителей города И на наши вопросы журналистов Напрямую По-честному, собственно Я сразу же говорю вам, наши слушатели 211-101, напоминаю номер нашего телефона Ну, поймите, у нас у журналистов есть вопросы Главе администрации города У вас тоже есть вопросы Давайте мы начнем со своих вопросов непосредственно А первые звонки в нашу студию Так ориентировочно начнем принимать в 11.20, в 11.25 Договорились? Договорились Попробуем Необычный, непривычный для нас для всех сегодня формат Поехали Елена? Первый вопрос Да, первый вопрос Елена Вячеславович, последние несколько дней До еще февральских праздников и после Активно обсуждается вопрос о сносе кировского трамплина Администрация города по этому вопросу Достаточно непонятную пока для нас позицию заняла То есть, вроде бы, говорится о сносе Но в то же время еще решение не принято А если сносить, то что будет на этом месте А если не сносить, то что делать с этим трамплином Озвучьте, пожалуйста, вашу позицию То есть, что вы думаете по поводу этого спортивного объекта Понимаете, тут, наверное, роль играет еще то, что я все-таки приезжий И сейчас вот благодаря СМИ и вашему изданию Знакомлюсь с этим вопросом Ну, это то, что касается внешних каких-то фактов, которые вы знаете Ну, и понятно, что в администрации уже заданы все вопросы То есть, мы готовим совещание Хочется понять Потому что я могу свою позицию изложить Вот, понимаете, как человек из бизнеса и заводчанин Всегда есть люди, которые предлагают что-то Срезать, убрать, остановить производство Потому что это не рентабельно и так далее Ломать не строить Ломать не строить И у меня всегда к этим людям был один вопрос Ты-то сам вот ржавого гвоздя не забил Говоришь о том, что это нужно убрать, остановить Давайте все-таки сядем и порассуждаем Для чего-то это было построено Другой вопрос, что техническое состояние там плена сегодня вызывает вопросы Вот И поэтому нужно мне сначала глубоко в тему вникнуть технически Потом уже, я так понимаю, что это такой дорогостоящий технический вид спорта Который есть у нас, я так понимаю, в России И немного мест, где можно заниматься этим видом спорта У нас прекрасный климат для того, чтобы им заниматься Потому что у нас, видите, какая снежная зима С довольно ровным температурным режимом То есть, в принципе, я так понимаю, что мы находимся где-то вот со Скандинавией недалеко А там и у нас традиционные успехи в этом виде спорта и у скандинавов Поэтому я думаю, что нужно внимательно посмотреть Другой вопрос, что, понятно, любой вид спорта, особенно технический Он требует правильного содержания и финансового наполнения Вот чем это наполнять и за чей счет содержать, это тоже большой вопрос Потому что, хоть в издании вашем и было сказано Что этот трамплин требует восстановления и не таких уж больших денег Это тренеры говорят Ну да, это тренер говорит Много-мало, большие и маленькие деньги Это вот надо посмотреть А можно нашим слушателям озвучить порядок цифр? Ну, насколько я понимаю, речь шла о 3-4 миллионах, как они говорят На реконструкцию трамплина Для того, чтобы просто на них можно было заниматься, не проводя соревнования И 6 миллионов для сноса Но тоже эти цифры, я думаю, что нужно оценить, насколько они реально близки Ну, любой демонтаж, это, как правило, не маленькие деньги Потому что любой демонтаж требует, во-первых, безопасного обеспечения безопасности работы Это я могу сказать, как производственник, это очень непростая операция Поэтому и стоимость тут маленькой не будет Ну и потом, опять же, давайте посмотрим техническое состояние Потому что самое главное, это, насколько объект безопасен в эксплуатации Насколько он соответствует нормам То есть можно ли за, ну, как говорят, относительно небольшие деньги, можно ли его восстановить Если можно, значит, будем восстанавливать Если нет, будем дальше думать Ну, просто вопросы вызывают то, что несколько лет назад он еще вообще не говорил о том, что его нужно демонтировать То есть речь еще и мешала о реконструкции Сейчас вот речь о том, что он вроде как сильно изношен И его нужно срочно сносить То есть это немножко такие противоречивые друг другу А начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Надежда Анисимова сказала, что еще была возможность консервации Но она почти 7,5 миллионов рублей стоит Ну, будем честны, любая консервация, как правило, приводит к утере любого объекта Который законсервированный, тоже надо понимать Поэтому, чтобы не лукавить и никого не вводить в заблудение Вопросом занимаюсь Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся После мартовских праздников К этому вопросу вернемся И я думаю, что уже информации будет у меня достаточно для того, чтобы какие-то дальше думать, какие решения принимать И можно будет уже рассуждать о том, в каком состоянии технически находится этот объект Хорошо, идем дальше Андрей Андреев, собственный корреспондент российской газеты в нашем регионе Илья Вячеславович, прошу прощения, я проснул немножко, поэтому так сыплю Вчера пресс-центр администрации города распространил информацию очень любопытную О том, что есть желание создать в цепи оврагов засора некий образовательно-спортивный комплекс Скажите, пожалуйста, вы в курсе, что вообще-то подобная идея Конечно, не один в один, но подобная идея, в принципе, уже рассматривалась И даже была попытка реализации в 2014 году Я в курсе, что там была попытка реализовать спортивно-оздоровительные какие-то, так скажем, объекты Спортивные залы, мультурные объекты Спас-салоны Фитнес, спас-салоны Я сейчас, вот, вчера на оперативном совещании в администрации разручил совершенно иную идею Потому что вот тема, поднятая в связи со школой 24-й, с нехваткой мест в образовательных учреждениях у нас Общеобразовательных Она постоянно подвигает к мысли, что нам необходимо думать То есть вот мы сейчас в Шевелях озвучили, что работы проводим и переговоры проведены, первая, так скажем, фаза Потому что бы этот участок сформировать и там поставить школу Но одна школа, она проблем-то не решит И в центре мы будем мучиться этим дефицитом постоянно, пока не поймем какую-то программу Не создадим по этому поводу И понятно, что в центре еще одна школа далеко не помешает И в аварии засора я сказал, чтобы посмотреть именно с точки зрения строительства школы Леонид Семенович, простите, уточните, какое именно место? То есть это получается от Володарского до Ленина? Понимаете, у нас, так понимаю, три площадки, разделенные улицами Вот все три площадки, нужно посмотреть, куда из них будет оптимально посадить Если это будет площадка трудовой резервы, значит трудовые резервы Сразу хочу сказать, чтобы не было ощущения, что мы сейчас уничтожим спортивные объекты и так далее Задача найти участок, где можно разместить школу И при этом рядом, в соседнем овраге, через овраг Создать плоскостные сооружения, где можно заниматься спортом Футбол, баскетбол, волейбол Если можно что-то еще, значит что-то еще То есть нет цели там разрушить, ничего не создав Есть цель создать школу в центре города с максимально развитой спортивной инфраструктурой Если нужно будет для этого, скажем, провести глубокие преобразования в той части оврага, где находятся сегодня трудовые резервы Если это будет возможно Там же еще очень непростая ситуация и с рельефом, и с сетями То есть это историческая часть города Мы должны вписать здания с соответствующей архитектурой И это все, следует предположить, удорожает реализацию этого проекта Ну это не значит, что этим не надо заниматься Понимаете, потому что поставить кубики, которые, ну вот традиционно сейчас школа современной здания Они такие, так скажем, не отягощены какими-то архитектурными излишествами Довольно функциональные здания Здесь нужно учитывать, что рядом Трифонов монастырь Это вообще центр города То есть поэтому к архитектуре нужно подойти, ну как минимум бережно Вот, потому что после себя мы должны оставить ситуацию лучше, чем была до нас И если рассуждать вот о сохранении спортивных объектов, которых у нас в городе, к сожалению, пока дефицит То речь идет о том, чтобы вообще овраги провести в такое состояние, куда было бы приятно горожанам ходить Потому что эта территория равноудаленная от всех центральных вот как бы районов И это можно сделать центром притяжения всех жителей А сегодня, пока проезжаешь, и вот только одна часть более-менее благоустроена Которая между Карлом Аксопов и улицей Володарского Володарского, да, вот эта сквер шестидесятилетия А дальше там уже, получается, у нас такие пустынные территории В центре города Почему бы там не сделать что-то хорошее? Безусловно, коллеги, всем бы хотелось, чтобы это был не просто пустырь, не просто оврат, который зарастает Илья Вячеславович, вот я сегодня разговаривал с двумя архитекторами Которые являлись авторами прежнего проекта Культурно-спортивного комплекса, который в 2014 году разрабатывался В 2014 году он начал реализовываться уже немножко, так скажем И они выдали, так скажем, одно и то же, так скажем, экспертное мнение То есть технически в этих оврагах можно посадить все, что угодно Но вопрос, собственно, один, это деньги То есть вот примерно, если смотреть по тем проектам, которые первоначально там предполагались То есть речь могла идти даже не о миллиардах, а о десятках миллиардов рублей И вот первоначально проект предполагалось реализовать за счет средств Которые якобы выделит федеральный бюджет на юбилей города В результате проект в эту юбилейную сумму, так скажем, не попало Значит, инвестору тоже такие деньги не потянуть, поскольку Ну просто не отбить, так скажем, за счет тех объектов, которые можно построить Не разрушая саму вот эту вот структуру архитектурную этих склонов Вот некий вариант, это как бы ГЧП Вот на ваш взгляд, что вот здесь действительно, за счет чего можно реализовать ваш уже проект? Ну, коллеги, давайте договоримся так Во-первых, это не готовое решение Я просто обратил внимание, у нас в центре города большие площади Которые пока, к сожалению, пустуют Это, ну, любой овраг, так же, как и река Это такой уникальный объект, который можно очень удачно вписать В городскую среду, чтобы это было удобно, интересно, красиво И при этом, чтобы там было благоустройство, которое позволило бы там находиться людям Ну, в любое время суток И, учитывая то, что у нас большой дефицит школьных мест И в центре у нас есть участок, который примерно подходит под то, чтобы там расположить школу по нормативам А участок, который находится в конце, вот где трудовые резервы, он составляет порядка 3,5 гектара То есть, в принципе, теоретически можно было бы посмотреть И сегодня не стоит вопрос о том, что все принято решение Мы там строим школу, и там переносим стадион, и там что-то делаем еще Пока прозвучало только что, коллеги, давайте посмотрим, что там можно сделать И как там можно расположиться, понимая, что и рельеф непростой, и по оврагу у нас проходят инженерные сети То есть, само по себе тут все очень непросто, но давайте посмотрим Это примерно так же, как в шевелях То есть, мы посмотрели, можно дальше двигаться в рассуждениях Можно ли там думать о расположении школы Мы посмотрели санитарные зоны Потому что, прежде чем озвучивать какое-то решение, что да, там мы смотрим, как посадить школу До этого была проведена большая работа Вот здесь примерно то же самое, давайте посмотрим То есть, следующий шаг будет какой? Вы дадите некое поручение по проведению изысканий? Да, оно уже дано, то есть, давайте примерно прикинем, в какие деньги нам обойдется вообще освоение этих территорий Если там это будут какие-то миллиарды или там десятки миллиардов, как говорят эксперты Ну, значит, будем думать, в какие программы мы можем войти Если таких программ пока нет, значит, будем думать, как можно минимальными средствами это облагородить, чтобы там просто создать прогулочные зоны, например Потому что в центре города почему нет? Илья Шульгин, глава администрации города Кирова Сегодня в программе «Дневной разворот» Ведут программу Елена Жолобова, Андрей Андреев и я, Владимир Сметанин Небольшая пауза у нас сейчас, и мы скоро продолжим Продолжаем нашу беседу, ну и как планировалось Давайте попробуем подключать наших слушателей 211-101, номер прямого эфира Да-да, именно мы в прямом эфире сегодня общаемся И на нашем сайте, а также на нашей странице ВКонтакте Есть очень простой опрос Помогать делать наш город красивее и комфортнее Вы, уважаемые слушатели, готовы или не готовы Помогать трудом, идеями, финансами, участвовать в обсуждениях Вот все это в комплексе имеется в виду На нашей странице ВКонтакте На настоящий момент лидирует вариант ответа Готов или готова 70% его выбрали Ну и с небольшим отрывом он также лидирует на нашем сайте Кирова.ру Вы, кстати, уже, Илья Вячеславович, за годы Простите, за годы, за месяц, за месяц и работы Да, именно на посту сити-менеджера Успели оценить активность горожан В плане их желания, стремления улучшать пространство городское Приятно, когда люди не стесняются выражать свое мнение И много очень интересных вещей Ну, в любой работе нужно всегда слушать И иметь какую-то обратную связь И я скажу честно, что мы вот и паблики, вайберы Вот по уборке снега, там по уборке крыш Организовали для того, чтобы такую обратную связь получить И на всех совещаниях мы разбираем В том числе жалобы горожан Ну вот, что там сказать, злой кировчанин И им подобные паблики Мы смотрим Ну, самый постребованный паблик Ну и там есть для нас информация То есть, где нужно прибрать Где у нас такие слабые места Где у нас какие-то неудачи Где убрали, но не так Потому что было много жалоб Что проходит техника, создают валы То есть, вроде дороги чистят Но закрывают доступ к остановкам Ну, там это сразу все отражается Поэтому внимательно всегда смотрим И стараемся максимально быстро реагировать Чтобы у жителей было ощущение Что все-таки, ну, мы их слышим Это первый ваш опыт Налаживания вот такого Открытого взаимодействия Ну, как вам сказать С общественностью? Ну, наверное, нет Просто С кого берете пример, возможно? Ну, на любом производстве День начинается с обхода Хозяйства, собственно Ну, да Поэтому здесь примерно тот же принцип Очень простой Что посмотреть, послушать После этого сделать то, что необходимо А вам это легко дается? Ну, в общем Такое стремление к открытости Вообще общительный человек? Ну, я бы не сказал Для меня это определенный Любите-любите слушаться О проблемах других? Ну, это часть работы Нужно понимать Что хочется или не хочется Нравится, не нравится Но это необходимо делать Иначе Ну, у тебя просто не будет инструмента Который оценил бы адекватность Твоих действий вообще Поэтому Обязательно нужно слушать И смотреть И читать И Это часть работы Я к этому нормально отношусь Ну, и потом Кому какое дело Что мне нравится И не нравится Надо делать Вы работаете Именно на этой, собственно Должности И нужно делать Елена Пойдемте дальше Еще вопрос Да Вот по поводу школ Заговорили Все уже давно Насколько уходит 24-я школа У нас вот вопрос По смежной теме То есть Уже точно известно Что Спортивная школа Дюш номер 4 Из Сваровского 74 В связи с переселением Будет так тоже Переселена Но сейчас родители Воспитанников И тренер Находятся в полной Тоже неопределенности Что с ними будет Куда их переведут Говорится о здании Еще раз 35 Это здание бывших Яслей Тренеры тоже Говорят о том Что это здание И мне подходит Оно слишком тесное Вот И вот У меня вопрос Вот вы говорили о том Что нельзя Проблемы одних детей Решать за счет других детей Не получится ли так Что вызывая Одних детей Из тесноты Мы тем самым Других детей Также в тесноту Отправляем Ну мы во-первых Пока никого Никого не отправляем Почему вот На сегодняшний день Определена Так скажем Пауза Именно поэтому Потому что мы Подбираем Оптимальное помещение Для того чтобы Я же говорил С самого начала И вот К сожалению Я не знаю Там из совещания В совещание Это говорится И это заносится В протоколы Что цель Вообще Всех этих манипуляций Цель Радикального улучшения Условия пребывания Детей В том числе Это касается И спортивных школ Союз По хоккею И борьбы И бокса Потому что Сегодня те условия Которые мы наблюдаем На Воровского 74 Ну они Мягко говоря Долете от нормативных И Почему Вот Ну мне такое впечатление Что лучше вообще Ничего не озвучивать И потом уже Какие-то поработанные Варианты выдавать Потому что Начинаешь рассуждать А люди Цепляются И говорят Вот все Принято решение Решение никаких не принято Идет подбор вариантов Если здание На счет Что 35 Не подходит А я Знаю Что она не подходит Значит Туда никто Не будет Переводить Эту школу Потому что Сегодня рассматриваются Совершенно другие Помещения Рассматриваются Совершенно другие Варианты А можем озвучить Уже Пока нет Ну пока нет Чтобы не плодить Вот эти вот Выдумки Потом Которые мне же Потом возвращаются В виде обращения На нашего президента Путина Что Шульгин Хочет развалить Весь детский спорт Это не так Сколько там известно Ребят занимается Или Нет У меня таких сведений Но Я думаю Что достаточно Поэтому Рассуждения Очень простые Если у нас Например Дети занимаются В коробке В ледовой То наверное Логично Было бы Пустить их На лед Который Круглогодично Функционирует Поэтому Сейчас Прорабатывается Вопрос Перевода Детской Спортивной Школы Союз В ледовый Дворец Союз Там необходимо Создать им Условия Поэтому Сейчас Смотрим Как можно Там провести За лето Ремонт Таким образом Чтобы Ну И Вновь Пришедшие Расположились С комфортом И плюс К этому Могу сказать Что Нашим Губернатором Игорем Владимировичем Дано поручение Рассмотреть Возможность Создания Второго Льда Рядом С Ледовым Дворцовым Союз И рядом С нашей Дымкой И там Сейчас Ищем Возможность По земле Как это Дело Сделать Чтобы Появилось Еще две Площадки Ледовые Которые Позволили Максимально Предоставить Возможность Занятия Спортом И хоккеем И другим Ледовым Виза Спортом В частности Фигурное Катание Сроки Которые Вы себя Обозначаете В этом году Мы должны Все это Внимательно Посмотреть И максимально Краткие сроки Это реализовать Второй лед Имеется ввиду Это крытое Или закрытое Крытое Сейчас есть Такие возможности Для создания Легковозводимые Комплекс Стандартные Стандартные Ну они Знаете Стандартные Это то Что мы привыкли Такой надувной Корпус А сегодня Есть по этому поводу Много разных Архитектурных решений Которые там И богаче Смотрятся И там Гораздо Интереснее С точки зрения Архитектуры Я думаю Что мы все эти варианты Поработав Представим на ваш суд Чтобы это было уже Понятно Чем мы занимаемся У нас до рекламы Видимо Мы успеваем Принять звонок Слушателя Алло Добрый день Вы в прямом эфире Пожалуйста Представьтесь Алло Здравствуйте Меня зовут Валерий Лунев Вопрос Я представляю Проект Онлайн садик Мы Станавливаем видеокамеры Подключаем Онлайн наблюдения По желанию Родителей в садах Работаем уже в многих городах России Вот В чем вопрос Выходили на департамент образования Вашего города И встретили категоричное Пребятствие Ведения онлайн наблюдений Для родителей Хотелось бы узнать Ваши комментарии И причину отказа И возможность Встречи Злого города Для С вами Непосредственно Для личной презентации Проекта Спасибо Владимир Могу сказать Что Ну Вопрос для меня Такой немножко новый Давайте будем В нем вместе Разбираться Тут видимо Лечь идет в целом О мерах безопасности В дошкольных учреждениях Да Ну я могу сказать Что есть федеральный законодатель На основании которого Регламентируются Вообще Подходы К обеспечению безопасности Вот У нас сейчас Такая ситуация С антитеррором Довольно Серьезная И Много уделяется Федеральным Правительствам Внимание Обеспечению безопасности Это естественно Поэтому нам Предписано Определенным образом Обеспечить К определенному сроку Там к 20-му году Определенные технические Средства безопасности В школах И этих садах Поэтому Мы по этому пути Идем Последовательно Если Владимир Хочет в этом поучаствовать То я Приглашаю в администрацию Время пока не скажу Я думаю За эфиром Он оставит свой телефон Мы его пригласим Да пожалуйста Если вы на связи Сейчас Оставьте свой номер телефона А если уже отключились То пожалуйста Еще раз перезвоните 211-101 Реклама у нас В середине часа Традиционная Илья Шульгин Глава администрации Города Кирова Продолжим нашу беседу Через полторы минуты Продолжается программа Дневной разворот Гость передачи Сегодня Илья Шульгин Глава администрации Города Кирова Елена Жолобова Андрей Андреев И Владимир Смутанин Ведущие Немножко хочется продолжить Тему образования В какой стадии Сейчас Отсуждение строительства Новой школы Слободе шевели Ну на сегодняшний день Мы провели С инвестором Который сегодня Находится на этом участке Переговоры Это компания Киевская ССК Я думаю Что мы понимание нашли Участок Очень непростой Ситуация Там и с инженерными Сетями Я уже говорил Такая очень сложная И в принципе На сегодняшний день Инвестор довольно глубоко Погружен В тему этого участка Поэтому я думаю Что у них При том Что у них довольно Мощная проектная группа Я думаю Что у них получится Нормально расположить Школу Со всеми Плоскостными объектами Там правда Маловато места Под полноценный стадион Но мы сейчас Я думаю Что вступим В переговоры С соседними Владельцами С владельцами Соседних участков Для того Чтобы немножко Площадь увеличить Речь идет о выкупе Выкупе Есть несколько Механизмов Изъятия Которые тоже Предполагают Компенсацию То есть там Понимаете Будем Максимально По деловому И при этом Тактично договариваться С теми Кто там Может нам помочь С землей Какого-то Каких-то жестких Решений Мы принимать Не собираемся Это тоже должны Люди понимать Потому что Каких-то намерений Кого-то там Обидеть Решить свои вопросы За счет кого-то Мы не собираемся Вот-вот начнется Эта работа Работа По предварительному Рассмотрению Как сети развести Как школу Можно поделить Эта работа Она уже ведет Ведется уже А общение с владельцами Участков соседних Тоже Тоже Эта работа Она вся запущена То есть Сейчас цель Как я уже и говорил В 2018 году Если удастся пораньше Там скажем До конца 2018 года Ну это вообще Будет замечательно Договориться И сформировать Единый участок На котором Можно уже Спокойно Вести строительство При этом нужно понимать Какой проект мы выбираем То есть Сегодня идет Подбор проекта Потому что Это должно быть Проект С прошедшей экспертизой Наше пожелание Чтобы там был бассейн Потому что У нас водных объектов В городе не так много Поэтому Если будет школа С бассейном Это только приветствуется Я по крайней мере На этом настаивать буду И при этом Если есть возможность Там Посадить Еще Стадион Или баскетбольную площадку Или волейбольную То нужно это делать И плюс к этому Хотел бы сразу Успокоить жителей Которые считают Что там нельзя Школу располагать Потому что Санитарные зоны Заводов Там Накладывают Свою Так скажем Свою отпечатку На этот участок Если На сегодняшний день Будет обнаружено Что какие-то Санитарные зоны Заходят на этот участок Ну будем работать С заводами По экологическим Нормативам С одной стороны С другой стороны Ну будем создавать Зеленую зону То есть Все мероприятия Которые так скажем Создадут максимально Комфортные условия Для детей И они будут сделаны Илья Вячеславович Правильно понимаем Что стройки Ту школу Будет Кировский ССК По той же самой схеме Которой строит КЧУС Железно Другие школы Да Ну скорее всего Да То есть тоже Так же через выкуп Администрация города По мере поступления В Органцево Статистика Будем строительства Будем строить школы Людей Ставится Рояли Продолжаться Ну такой вопрос Очень Непростой Очень непростой С точки зрения Технической И самое главное Что вот Я скажу честно Что меня всегда Подобное поведение Не просто возмущало Оно просто повергает В полный ступор Потому что Я не представляю Как я могу Разрушить что-то Сделанное Другими руками И при этом То что мы создаем Оно же Ведь такими Тяжелыми усилиями Дается Потому что Ну понятно Что у нас И регион И город Может быть небогатый Поэтому то что мы создаем Хотелось бы максимально сохранить Поэтому у нас Сегодня В администрации Поставлен вопрос Перед Дирекцией зеленого хозяйства Там понятно Что мы будем Определенные преобразования Проводить Но пока это все Вот в планах Мы пока все это смотрим Нам обязательно нужно Ввести службу Парковых смотрителей Потому что Большие деньги Вкладывают Вот В парки и скверы Согласно федеральной программе Плюс У нас еще есть Своя муниципальная программа Развития зеленых территорий И понятно Что все средства Которые туда вкладываются Их необходимо сохранять Это все должно Содержаться В должном порядке И Ни в коем случае Не допускать Никаких актов Воднализма Поэтому понятно Что вот вопрос Ну вот вопрос Видеофиксации На перекрестках Это вот Как бы федеральные требования Которые мы должны Выполнять Пешеходные переходы У нас Пока в ненормативном состоянии Особенно Вот возле школ Детских садов На это особое внимание Обратим в этом году При реализации программы БКД И сегодня идет речь В том числе С правительством О том чтобы были выделены Дополнительные средства На обеспечение всех мер Безопасности На пешеходных переходах А то что касается Зеленых зон Парков, сквер Где вандалы Чувствуют себя Пока к сожалению Безнаказанно Ну я согласен Что там необходимо Эту работу проводить Но эта работа Понимаете Она вот Мы уже второй раз Собирались С представителями силовых структур Эта работа Будет строиться В рамках Построения системы Безопасный город Чтобы просто Не допускать И уличной преступности Чтобы у нас снижалось В том числе Министерство информационных технологий У нас областное Отвечает за это В том числе Да И вот у нас На рабочей группе Это в администрации Тоже на контроле Поэтому Работа она такая Высокотехнологичная Скорпулезная И в этом плане Требует Определенных Финансовых Вложений Поэтому мы за этим Будем следить И у меня это И лично на контроле Понятно что Сохранять нужно Но вот вопрос Вандализма На самом деле Он лежит Несколько в одной плоскости Я считаю что Вандализм Он происходит От глубокой Необразованности И неустойности Человека в жизни То есть человек Который себя любит И уважает Он никогда Не позволит себе Подобных вещей Поэтому Эта вот Вещь Она происходит Прежде всего От Я еще раз говорю От Низкого уровня Образования От низкого Интеллектуального уровня И От Полного Отсутствия Самоуважения То есть Человек себя не уважает И окружающий мир Для него Это просто Какая-то помойка В которой можно делать Все что угодно Поэтому Я думаю Что в этом направлении Нужно просто Заниматься Воспитанием Воспитанием Нашего молодого поколения Прививать им Элементарные Базовые вещи Которые должны быть В советской школе Это всегда Постоянно было Но там были И созданы Определенные институты Это и Октября Это и Пионеры Это из поколения В поколение Все передавалось Потом люди Шли в комсомол Поэтому были Очень жесткие Социальные фильтры Для подобного Поведения Такая была Создана система Которая сама Себя регулировала И те люди Которые позволяли Себе какие-то выходки Они Ну так скажем Привращались В определенные Мардинальные Какие-то группы И с ними уже работали Сейчас К сожалению Система утеряна Чем ее заменить Ну не знаю Неравнодушным отношением К окружающим Тебя людям А вот интересно Вы как отец Своим детям Как прививаете Уважение К труду чужих Других людей В смысле Ну Я ожидал Что вы ответите Личным примером Ну вот я Как раз хочу сказать Что прежде всего Личным примером Потому что Если будешь Клеваться Разбрасывать вокруг себя Мусор Дети эту модель Воспримут Буквально И будут такими же Поэтому Ну только личным примером Ну и плюс к этому Конечно Книги Домашнее общение Надо вместе Время проводить Уделять друг другу Время Вот Это сложно В последнее время Но тем не менее Обязанность Это никто не снимал Поэтому выходные Я стараюсь максимально С ними проводить Ваш рабочий день У вас сколько начинается И во сколько заканчивается Рабочий день Начинается в 8 Заканчивается В 8 И далее Ну можно было И позже Нет Ну я имею ввиду Но уже физически трудно Ну физически да Не просто Я напоминаю слушателям Что мы общаемся С главой администрации Нашего города Ильей Шульгиным Вы можете тоже Поучаствовать В нашей беседе 211-101 У нас минутка Остается буквально До большого перерыва Может быть Озвучим вопрос Или будем уходить Все-таки на новости уже И начнем С чистого листа Следующий час Советуюсь просто У коллег У соведущих Хорошо Давайте новости Тематические программы И до встречи Уже через 20 минут В 12.05 Илья Вячеславович Будет с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин